Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей цевьё. Для изготовления хвостика возьмите петушиные бородки и отмерив необходимую длину хвостика закрепите их на цевье. После закрепления хвостика отведите нить к колечку. Для изготовления крыльев возьмите два пера из скальпа курицы и удалите лишние бородки с низа перьев так, чтобы длина участка пера с бородками равнялась длине цевья. Возьмите перья в правую руку и закрепите их на цевье на расстоянии 1 третьей длины цевья от колечка. После закрепления отогните перья назад и сделайте небольшой бугорок у их основания монтажной нитью. После этого они будут располагаться вертикально. Нанесите на нить даббинг, сформировав очень тоненькую даббинговую нить. И намотайте его на цевье сначала по направлению к хвостику, затем обратно. Если длины даббинговой нити не хватило, добавьте еще немного даббинга и продолжите формирование тела. Для изготовления ёршика возьмите петушиное перо и закрепите его впритык к телу. После закрепления отведите монтажную нить к колечку. Сначала сделайте три оборота пером за крылышками. А затем, немного отогнув их назад, перед ними сделайте еще два оборота. Затем закрепите перо несколькими оборотами монтажной нити. И не трогая его, намотайте аккуратную маленькую головку. После намотки головки отрежьте лишнюю часть пера. У колечка сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Далее нам необходимо развести крылышки в стороны. Вы можете это сделать пальцами или с помощью даббинговой иглы. При разведении крылышек старайтесь их не оторвать. В итоге, разведенные крылышки должны напоминать английскую букву В. Мушка готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...